Когда с ней общаешься, она ребенок. Как только она выходит на сцену, или даже не выходит на сцену, она просто, все равно это, вот она артистка. Она сразу же, вот, от кончиков ногтей до кончиков волос. Абсолютная артистка. И это видно невооруженным глазом, это видно сразу. Попов, художественный руководитель Академии хороводов. И именно здесь проходят все репетиции Всемирного хора ЮНЕСКО. Так уже несколько лет называется этот хор талантливых детей. А ученики Попова часто выступают вместе с тетеринскими воспитанниками. В этот день они вместе репетировали реквием в Верди, с которым им предстоит выступить на гастролях в Ярославле. А уже там, за дирижерский пульт, встанет другой единомышленник Тетерина, народный артист России Мурат Аномомедов. Ярославль ничем сегодня не уступал любой столице мира. Почему? Потому что, понимаете, была вот та самая атмосфера, ради чего пришли люди в зал и с чем они из него вышли. Ну, это невероятно, когда эти двое маленьких людей сидящих, или там еле-еле двигающиеся, и они улыбаются и рассуждают про какой-то кусочек из Моцарта, или же бог знает из чего, чего я даже, мне в голову не придет. А они на самом деле в том мире бывают, они в том мире свои. Всем приветствую. Вы знаете, сегодня действительно необыкновенный вечер. Не просто добрый вечер, а необыкновенный. Алексей Баталов открывает все московские акции, которые организует Владислав Тетерин. Но в этот раз он волновался больше обычного. Ведь человек, которого он представлял зрителям, его не слышал. Эвелин Гленни. Она родом из Шотландии. Гленни – первая в мире исполнительница соло на ударных. Именно она превратила барабаны, ксилофон и маримбу в сольные инструменты. И это при том, что Гленни глухая. Вот почему она выходит на сцену босиком. Эвелин говорит, что босыми ногами и всем телом научилась чувствовать вибрации музыки. Гленни записала более двух десятков сольных альбомов. Получила две самые престижные в музыкальном мире премии Грэмми. Ее именем названа «Площадь» в Лондоне. Кроме классических музыкантов играла еще с Бьорк, Бобби Макферином, Стингом. А теперь в этом престижном списке ее напарников по сцене появилось имя российского музыканта Олега Куратова. Она сама предложила Олегу вместе выйти на сцену. Так они вместе и выступают. Слепой, глухая и музыка. Вы знаете, это было ощущение. Мы как раз сидели с Баталовым вместе. И Алексей Владимирович, он говорит, вот я вот вижу, слышу и не верю. Все как завороженные смотрели, потому что этого не может быть. Москва. 19 апреля 2007 года. Концертный зал имени Чайковского. Это было необычное представление. Играл российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева. Пели всемирно известные солисты. И 15 хоров. Больше тысячи человек. Такого в этом зале еще никогда не было. Исполнялась девятая симфония Бетховена. В финале которой звучит знаменитая «Ода к радости» на слова Шиллера. А на сцене, в самом центре этого представления, воспитанники Владислава Тетерина. Все звезды всемирного хора ЮНЕСКО. Они опять пели вместе. То у Бетховена в девятой симфонии, в «Оде к радости» Шиллера, те слова, которые использованы этой музыкой, которые вдохновили Бетховена, «радость» именуется «божественной искрой». То есть нужно радоваться жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом пал.